Девушки отдыхают Помогут только такие призывы Меня разрывает Я только что вернулась из города Невозможно яблоко негде упасть Все гуляют, дети гуляют, родители Старики, что вы делаете? Нельзя так, б***, правда, опасно Не рискуйте Посмотрите на меня Потому что если вам действительно будет плохо Вы закончите здесь Мир никогда не будет прежним Такие слова мы слышим каждый день в СМИ И это так За полгода коронавирус полностью изменил мир Хоть мы и слышали все, что только можно о нем Есть то, что осталось закатом И все же главными остаются три вопроса Откуда взялся COVID-19, что происходит и почему Что делаете, как быть в этой ситуации И конечно, что будет дальше Мы предлагаем информацию для размышлений Идиоты Пришло время подумать не о себе, а о других Неважно, есть у вас симптомы или нет Вы все равно можете передать вирус другому Но имейте же совесть Хватит заботиться только о своих инстаграмах и твиттерах Очнитесь Подумайте о реальных проблемах Центр вселенной сейчас не вы Отвечая на первый вопрос, нужно иметь в виду закон весов и то Что за все в этой жизни рано или поздно нужно платить За последнее столетие мы у планеты только брали Ничего не давая взамен Возможно, это и могло стать причиной всего происходящего Когда-нибудь мы это узнаем А сейчас перечислим, что произошло глобально из-за пандемии Пострадала промышленность И главное в ней люди из-за остановки фабрик и заводов Но не окружающая среда Возник нефтяной кризис из-за избытка нефти И снижения спроса на топливо И тут как никому повезло природе Страны столкнулись с тем, что медицина Ни одной из них не была готова к борьбе с коронавирусом А ведь в век развития бактериального оружия Выхода в космос, погружения на дно океана и под землю Появлению вирусов нужно было быть готовым К сожалению, цена этой подготовки оказалась слишком высокой Досталось в сфере туризма, в которой десятки лет Часть стран и населения побережья морей и океанов Жили за счет туристов Продавая им то, что самим и не принадлежит Это ужасно, когда честный работающий человек За 10 дней отдыха на море в родной стране Отдает деньги, которые зарабатывал целый год От отпуска до отпуска На Черном море, как прочим и везде, к туристам относятся Как к источнику дохода, а не к желанному гостю Поэтому, ноги побывав там, больше туда не поедут даже бесплатно Я, например, только если мне за это заплатят Но говоря о туризме, стоит заметить В этой ситуации природе снова везет Потому что берега материков и островов тоже отдохнут От посетителей мусора и источных вод Как это сделала Венеция Хуже, если после всего туристам заломят сад А теперь рассмотрим финансовую картину И тут начинается самое интересное Давайте посмотрим, на чем можно заработать и на чем можно сэкономить Итак, зарабатывают На здоровье А значит, медикаментах, средствах защиты И всем, что связано со здоровьем На продовольственных товарах И на повышенном спросе на финансызные продукты По общепринятому мнению сюда входят лимон, имбирь, чеснок и другие А также на онлайн торговле их и доставке Зарабатывают на услугах Естественно, больше всего на красоте, без которой слабая половина человечества считает себя уродами И, конечно, готов платить за работу мастера на дому На здоровом образе жизни и тут зарабатывают инструктора по фитнесу, йоге, бильдингу И всем, что можно делать удаленно, озабоченным своей персоной Кстати, за 15 лет работы в туризме и общаясь с йогами самого высшего уровня Удалось выяснить, что никто из них не знает конечной цели йоги Тогда вопрос, чем они занимаются Но об этом будет отдельное видео Вернемся к нашим баранам Зарабатывают также на услугах доставки, всего чего угодно Баснословные деньги зарабатывают на финансах Мир вообще делится на первых, которые зарабатывают на содержание семьи и дома На вторых, которые зарабатывают на первых И на третьих, которые живут за счет первых и вторых А именно владельцев заводов, газет, пароходов и так далее Зарабатывают банки и микрофинансовые организации Потому что у обычного человека при потере работы и дохода Денег на содержание семьи и жилья нет А взять их можно только у тех, кто их предлагает Правда всегда на кабальных условиях После объявления самоизоляции Количество рекламы на оформление карт, кредитов, подписок и разных сервисов Возросло многократно Также зарабатывают на спросе И тут продается все, но в первую очередь онлайн потребности Обучение, фильмы, концерты, знания, товары, блогинг, запретные плоды и все другое Чаще платят не за сам контент и товар, а за дешевый доступ к платформе, на которую он размещен Например, музыкальная группа на бесплатных для интернет-пользователей онлайн-концертах Зарабатывают в среднем несколько миллионов за выступления И это только часть того, что платят за доступ зрителей Онлайн-маркетологи поняли Люди, сидящие дома, огромная аудитория и огромные деньги Сначала с меня списали рубль, как будто я подключила оптимум И в этот день, когда я подключала и все проверила Там была действительно всего одна подписка А в итоге, вчера, 7 числа, у меня списали еще 299 рублей за другую совершенно подписку Математика простая, даже если по 50 рублей заплатят всего 1 миллион человек Это уже 50 миллионов рублей или больше 500 тысяч долларов А вот экономия происходит на зарплатах рабочих, закрытых производств и организаций И как не прискорбно, на сокращении выплат населению Потому что от COVID-19 умирают люди и чаще пожилые И все же давайте посмотрим, кто пострадает от COVID-19 в первую очередь Все, кто потерял работу и еще больше, у кого кредиты, рассрочки и долги Часть малого бизнеса, в основном, которое связано с производством и с оказанием услуг Медицинские работники и все, кто вынужден по роду деятельности общаться с больными Носителями вируса и работами, где он присутствует Защитные силы организма зависят от длительности воздействия на него инфекции А также ее количество и вирулентности Также пострадают люди с хроническими заболеваниями и ослабленным организмом Уже пострадали, еще пострадают люди, ведущие активный и здоровый образ жизни Но организм которых оказался беззащитным перед COVID-19 Среди таких много тех, кому менее 40 лет Среди заболевших много пациентов моложе 45 лет Они не относят себя к группе риска и, как правило, не соблюдают режим самоизоляции Все остальные от коронавируса, конечно, выиграют Меня зовут Дарья Абрамова, я основатель школы цифрового творчества для детей И сейчас учатся дети из Европы и России Получается, время кризиса – это время не только проблем, но и возможностей Разберем, почему все дошло до такой сложной обстановки и чего не хватает Не хватает понимания, что полное закрытие границ в нашем мире невозможно Понимание, что минимум контактов – самый эффективный способ защиты от COVID-19 Большей части населения глубоко наплевать на самоизоляцию и на использование средств защиты Даже просьбы не путешествовать в разгар пандемии не работали, пока выезды за границу не закрыли Понимание того, что большая часть населения болеет в скрытой форме, но при этом является источником инфекции для других И того, что в этой большей части полно кандидатов на премию Дармина, которые не представляют, с чем мир столкнулся и коронавирус их научит Не хватает информации И здесь нужно понять, что проведение тестов у всего населения вообще дал бы такой рост инфицированных, что мозги людей взорвались бы и все закончилось очень плохо Здесь нужно понять, что от гриппа других вирусов и болезней каждый день тоже умирают тысячи людей, но эта статистика не представлена для рассмотрения Нужно понять, что ни один президент или правительство не принимает ни одного решения не обдумав и без совета уполномоченных лиц Нужно понять, что правильные рекомендованные действия и меры спасут многие жизни Подведем итог Если сожить все вместе, напрашивается простой вывод Можно предположить, что пандемия – это третья бескровная, безграничная глобальная война человечества Напрашивается вывод, что пандемия – уникальный, первый в мире финансовый и реорганизационный проект переустройства планеты Который ни Китай, ни какое-либо государство осуществить не сможет Не секрет, что большинство из тех, у кого есть деньги разъезжать по миру Из тех, кто тратит их направо и налево Покупают гардеробы и дорогие подарки Посещают тусовки и закрытые вечеринки Это те, кто хорошо устроился с помощью связи родных и знакомых, которые оказались у кормушки В этой группе лиц больше всего инфицированных COVID-19 И вообще природа так устроена, что все в ней по миру распространяется через паразитов Которые используют любую возможность, чтобы проникнуть во все и вся за счет других Скорее всего, произойдет массовый естественный отбор из-за тех, кому все пофиг И даже то, что пострадают их близкие Плохо, что из-за них достанется всем COVID-19 неинтересно Сколько у вас денег? Насколько вы знамениты, смешны и умны? Где живете? Сколько вам лет? И какой вы рассказчик? Он великий уравнитель Если корабль тонет, то тонут все, кто на нем находится А теперь ответим, что делать простому человеку Все, что делали до этого Меньше контактируем Меньше контакта, меньше вирусов на вас и в вас С пониманием относимся к принимаемым мирам Не ищите информацию там, где ее нет Вам это не нужно Максимально экономим средства Неизвестно, как долго это продлится Правильно питаемся и пьем правильную и правильную воду Мы с ней одно Помните, что коронавируса больше всего в предприятиях торговли На продуктах и в транспорте Не перевоспитывайте дебилов, которым все по барабану Это просто невозможно Цените каждый миг своей жизни Помогите другому, если вы знакомы с идиомой решения TXP Следите за обстановкой и новыми рекомендациями Для защиты себя и своих близких И наконец, что будет дальше и что ожидает человечество Посмотрим статистику на середину мая 2020 года Здесь стоит обратить внимание на практически ровно идущую вверх линию роста числа зараженных Начиная с середины марта Заваливших более 4 миллионов Поэтому можно предположить, что Количество зарегистрированных и инфицированных, скорее всего, перевалит за 10 миллионов Количество всего, столкнувшихся с коронавирусом организмов, вероятно, превысит отметку в 100 миллионов Количество зарегистрированных летальных случаев может превысить миллион Эти цифры, конечно, зависят от сознания людей, которые находятся на критически низком уровне Мы сами виноваты, что в такое время поехали, поперлись, сказали сидеть дома и наполосили дома Другие полетели на юга в самый краткосрочный и запоминающийся отпуск в своей жизни Пришло сообщение, что в 21-го числа всех выселяют Арбат будет кончать! Кто подшлепал, кто подхлестал Плошь и рядом люди деградируют И у таких рождаются одни дураки Конечно, большая часть населения Земли переболеет в скрытой форме Вирус периодически будет возвращаться, но уже измененным До конца года вакцина будет получена и даже против нескольких штаммов Не исключено ухудшение обстановки, если вода в открытых водоемах станет переносчиком коронавирусом с наступлением летнего сезона Привычная для нас жизнь закончилась и началась жизнь онлайн К этому нужно быть готовым К сожалению, многие поднимутся на вирусе И при том, что будут просто нажимать на кнопки Но на все в этой жизни придется заплатить и им обязательно При этом, многие потеряют средства, потому что придется потратить все, что было накоплено И, к сожалению, большую часть населения планеты коронавирус ничему не научит Я украшение этого мира, я создана как комплимент мужчине Я из-за этого карантина не могу удалить все волосы в каких-то там местах И в заключении неожиданности коронавируса Много человек обратит внимание на страны, которые больше всех пострадали от ковид И на то, что многие живут в райских условиях на стыке веков За счет всего, что было награблено во время Второй мировой войны А карму никто не отменял Всю правду о коронавирусе народ не узнает Возможности у тех, кто провернул такое безграничны Часть информации обязательно раскроют Но это будет жертва одной фигуры Чтобы раскрыть позицию соперника и выиграть партию Прямо перед пандемией началось успешное использование нано-вакцины Ну а чтобы оцифровать весь народ и особенно тех, кому есть чем платить И нужна пандемия Не ждите и тем более не соглашайтесь на вакцинацию Странным оказалось и то, что при всем фанатизме Объяснять разные катаклизмы и катастрофы с помощью цифр Нумерологи молчат тряпочку по поводу коронавируса Вот что получается Ковид, если взять английские буквы Составляет треугольник В котором 8 вершина И это результат Карма при жизни Угол 11 это цель И в этом случае война за счет движения по земле Второй угол 15 И это дьявол Через что будет принесена жертва Если приписать цифру 19 То тут есть и 19 влияние на всю солнечную систему То сумма 10 Это финансовый интерес в основе Если взять русский вариант То рассматривается корона И тут все печально На вершине 6 влюбленные Это результат того, что придется сознать людям И заплатить тем из них Кто будет изменять приняты меры В углу 18 луна Развитие оккультной сил За счет использования сил дьявола Это цифра 15 во втором углу Кстати, ошибками 18 аркана Второго луна Являются обманы, мошенничество, вранье Именно то, что мы сейчас наблюдаем В глобальных масштабах Общий результат не радует Постарайтесь потратить свои силы и энергию На заботу о своих родных и близких Обязательно посмотрите видео Со ссылкой в конце видео И установленную ниже А в следующем выпуске вы узнаете Зачем на самом деле снимают фильмы И какие цели преследуют появление самых разных игр От кукол до крутых симуляций А также, почему в документальных программах Раскрывают секреты И кто является целью Мы со всем справимся До здоровья всем И лучшего будущего Субтитры создавал DimaTorzok